Дни жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. Почему? Много всего было в жизни Авраама. Мы две недельных главы, как минимум, читали про все события, про все его приключения и то, как он двигался с Богом. И вдруг наступает момент, когда он оставляет эту жизнь. И здесь я хотел бы акцентировать на таких эпитетах. «Умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему». Много есть о чем подумать вот в этих стихах. Первое. Что означает старость добрая? Мы можем, глядя на жизнь Авраама, сделать некоторые выводы. Первое. Он начал с чего? Вышел из ура Халдейского, услышал призыв и пошел за этим призывом. Второе. Проходил через испытания, не стремясь за какую-то прибылью. Мы можем вспомнить, как он отреагировал на богатство царя Содомского, сказав, что «не надо оно мне». То есть мы можем сделать выводы о отношении сердца на протяжении жизни Авраама. И в конце концов он все это делал не ради семьи, как ни странно. Многие из нас считают, и это нормально, что старость, насыщенная днями, когда вокруг тебя дети, внуки, и ты всем все сделал. Обеспечил всех наследством, дал всем блага какие-то, помог детям поступить в институт и так далее и тому подобное. Но мы не видим такого в жизни Авраама. Он всю свою жизнь направил даже не столько на детей, сколько на достижение Божьего призвания. Мы видим, что наоборот, тех остальных детей, которые были у него, кроме Исаака, в Писании в этой главе мы читали, он их одарил, но отпустил подальше, потому что весь фокус должен был быть на Исааке. И не потому, что Исаак был самым любимым, самым дорогим, самым-самым, а потому что в Исааке был завет Господа. И для нас это немножко не укладывается в наше понимание. Дальше мы смотрим. Уходя, он оставляет наследие и больше всего переживает о том, чтобы Исаак получил правильное будущее. Помните, он отправляет слугу за супругой Исааку. Он делает все эти вещи, он переживает об этом, чтобы сохранилось наследие помазания, наследие призвания, то, что даровал когда-то Бог ему, Аврааму, чтобы он мог передать дальше. Иногда мы смотрим на чадородие, на то, что у нас вот новое поколение, как на смысл нашей жизни. Но зачастую это становится лишь откладыванием проблемы. Грубо говоря, то, чего не достиг я, достигнут они. И вы знаете, часто у родителей дети становятся воплощением их несбывшихся надежд. Но это не так. У них свои жизни, возможно, свое призвание, возможно, свое будущее, которое Господь дарует им. Но ты, что сделал ты сам? Какое наследие оставил ты сам? И вот мы видим, насыщенный жизнью, престарелый, но в старости добрый. И приложился, слово красивое, приложился. Я заглянул в словарь. Интересно, одно из значений этого слова в переводе, помимо забирать к себе, собирать, есть еще одно значение, нечасто употребляемое. Формировать войско для защиты тыла. Формировать войско для защиты тыла. Призвали на Милуим, на небесный Милуим. Почему? Потому что Писание говорит, Бог не есть Бог мертвых. Бог есть Бог живых. Когда мы оставляем наследство, это не значит, как говорят неверующие люди, я хочу память о себе добрую оставить. Нет, я буду жить. Я просто совершаю то, к чему меня призывает Бог, если Он призывает к этому. Приложился к народу своему. И здесь следующий вопрос. К какому народу он приложился? Мы говорим об Аврааме. Он отец народа. К какому народу он приложился? И частично мы видим ответ на это дальше. Похожие истории. И это похожая история во 2 Тимофея, 4 глава. Когда Рав Шауль, апостол Павел, уходит из служения, готовится к тому, чтобы уйти из жизни, и он передает определенные вещи своему духовному сыну, Тимофею. И он говорит, «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим, и Шомашехом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням, как похоже на наши дни. Где больше всего просмотров в интернете? Где басня позабористей? Где басня покрасившая? Там у вас будут миллионы. Где простое слово Божье? Единицы почему-то. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался. Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Оны, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Вот он ответ на вопрос о том, где и кто этот народ Божий, возлюбившие явление Его. И когда это явление прошло, и до того, как он пришел, но люди чаяли, ожидали, стремились к тому, что вот он придет, он грядет, ждали его, готовы были пожертвовать своими семьями, своими детьми, принося их на алтарь и свою жизнь на алтарь скорого пришествия Господнего. Да, сегодня, к счастью, нам не нужно делать так, как делал Авраам. Бог не будет проверять нашу веру физически, чтобы мы жертвовали чем-то, что Господь, нашими близкими, что Господь даровал нам защищать. Но у нас есть другие барьеры, другие рубежи, которые встают перед нами, когда будет вставать вопрос, а что выгодно, брать ли мне у царя Содомского, брать ли мне что-то, что сомнительно, или же мне стоять в том, что приготовил Бог, искать того, что приготовил Бог. И Шауль говорит дальше, «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Нам кажется иногда, что такие генералы веры, как Рав Шауль, такие звезды, как Авраам, они настолько притягательны, что вокруг них много верных людей, которым только кинь жребий, они подхватят. Но на самом деле, Рав Шауль говорит, один из ближайших друзей возлюбил мир, заработников, ушел туда, там красивее. Авраама мы смотрим, мы не видим, чтобы вокруг него тысячи людей ждали, ну скажи, как нам жить дальше. Служение, помазание, призвание, все это иногда непросто, это не сопровождает зачастую яркие краски и миллионные эфиры, но при этом Господь там. И однажды, я верю, мы с вами сможем тоже сказать про свою жизнь, течение совершил, веру сохранил и в старости доброй готов идти к народу своему, к Божьим святым, где уже ждут Авраам, Рав Шауль и другие. Но пока Бог призвал нас здесь, и давайте мы будем с силой Божьей, с добрым здравием, с хорошим настроением, с долей оптимизма совершать тот труд, который доверил нам Господь сегодня. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok